МОГИЛЁВСКИЕ ГОРОДКОВ Я даже не сомневаюсь в этом, что наш оркестр любит в городе. Дело в том, что оркестр занял свою нишу, его можно увидеть на площадях, можно услышать на танцплощадках. И, конечно же, постепенно мы идем в направлении концертной деятельности. Поэтому, может быть, можно назвать наш оркестр не просто городской духовой оркестр, но и, конечно же, городской концертный духовой оркестр. У каждого коллектива есть определенная стадия, через которую он проходит. Думаю, что наш коллектив не исключение. Мне кажется, что нужно немножко по-другому работать. Не через негатив, а именно через позитив. Если у нас есть какие-то сильные стороны, их, конечно же, нужно развивать. И, мне кажется, путем именно комплимента, путем уважения, вот, работать с коллективом и работать над репертуаром. Любовь и уважение благодарной публике и зрителе – это для любого и человека, и музыканта – это очень важно. Не знаю, каким путем мы этого достигли, но мы это очень ценим. И думаем продолжать работать в том же направлении. Прежде всего, показывать и демонстрировать и уровень коллектива, исполнять разную музыку. Не только духовую, но, конечно же, эстрадную, классическую и так далее. Поэтому, вот, если вообще судить о развитии коллектива, мы, конечно, наверное, за счет богатства репертуара, разнообразия репертуара, может быть, именно поэтому и нравимся публике. Признаюсь вам честно, дома я слушаю редко музыку. По одной простой причине, что у меня маленький ребенок, маленькая доченька. Поэтому я стараюсь как-то на работе, именно там, в свободное время, когда есть какая-то свободная минутка, когда просто плохое настроение, когда дождливая погода, либо наоборот. Вот как-то, да, я могу так вот либо подключить наушники, либо к компьютеру, либо к телефону. И, ну, в основном это, конечно, джазовое направление, эстрадное направление. И я закончил Академию музыки как классический музыкант. Но любая личность, любой человек имеет свое развитие. Поэтому вот я как бы на классике не то чтобы не зацикливаюсь, я снимаю шляпу перед классикой в целом, перед классическими музыкантами, композиторами и так далее. Но в данный момент, я не знаю, может быть, у меня такая определенная стадия в жизни, мне очень нравится джаз и все, что связано с ним. А вы знаете, джаз — это такое направление, очень трудно объяснить, что такое джаз, но когда ты слышишь первые аккорды, ты сразу понимаешь, что это джаз. Вот. А там же очень-очень-очень много разных направлений. И фанк, и фьюжн, и так далее. Все, что связано с джазом. Дикселент классический, вот, пожалуйста, тоже. Джаз имеет слово такой, термин классический джаз. Новоорлеанская школа и так далее. Ведь на самом деле, то, что мы смогли сделать, учесть пожелания тех людей, которые приходят на танцевальные вечера вот в парк имени 40-летия Победы. Дело в том, что разный контингент, и возрастной, и, естественно, у каждого свои приоритеты. Ну, дорогого стоит, у нас как-то получается. То есть мы отзывчивы, мы выслушиваем пожелания и стараемся работать в этих направлениях. И, конечно же, с каждым годом наш нотный багаж становится все тяжелее и тяжелее. И слушателю, наверное, от этого тоже интереснее познавать и узнавать вот нашу именно интерпретацию. Потому что духовой оркестр сам по себе очень уникальное явление. И многие говорят, что сравнивают духовую музыку с духовной, часто ее путают. Но на самом деле, ну так и есть, поет душа и в духовом оркестре. В любом оркестре есть какая-то вот что-то такое духовное, объединяющее всех. Субтитры создавал DimaTorzok